Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Ну, как правильно, в принципе, сказал Байден после этого, что это политический театр, это понятно. Держав в голове, что смогли они его импичмировать со второй попытки. 214 на 210 всего лишь. 214 на 210 – это минимальное преимущество. Даже трое республиканцев проголосовали против и там со всеми демократами вместе. Это все год выборов. И это театр для того... Уверенно, полностью, точно, совершенно все уверены, что Сенат это не пройдет. Это впервые в американской истории произошло, что министров могли импичнуть. Есть проблема у этого. Опять же, это никак не решает вопросы границы. Это все сделано для того, чтобы сакцентировать внимание избирателей на том, что граница в очень плачевном состоянии. Фактически администрация оказалась слабой, не смогла предотвратить то, что произошло. У нас за декабрь только 250 тысяч арестов. То есть, эту всю историю, я думаю, наши зрители, слушатели, знают. Это сделано для того, чтобы в избирательный год сакцентировать внимание на том, что администрация слаба, голосуйте, короче, за Трампа. И это, в принципе, Трампа приказ, а Джонсон является его апологетом, его фактически ставленником, спикер, по-моему, это представитель. И делает то, что Трамп ему говорит, это не секрет, не для кого. Поэтому здесь это вот такая специальная... Это политический театр, конечно, без сомнения. Ну, я думаю, что продолжением темы политического театра будет и следующий вопрос. Байден несколько раз плохо, я так знаете, мягко говорю, в кавычках, плохо отозвался о нашем премьер-министре. Ну, назвал его там плохим парнем, если не сказать хуже. Вел санкции против поселенцев, несколько поселенцев. И заявил, самое главное, о готовности признать палестинское государство в одностороннем порядке. Я напоминаю, что если раньше разговор был о том, что палестинское государство будет создано в результате переговоров между Израилем и палестинцами, а в конце, значит, будет официальное признание стран мира, в том числе самого главного нашего партнера, это Соединенных Штатов. Сейчас телегу поставили впереди лошади, и Байден заявляет, что они готовы признать, сначала признать палестинское государство, а потом там уже говорить о чем хотите. Это сразу вызвало такую цепочку. Европа перевозбудилась. Боррель заявил о том, что вообще, куда вы смотрите, европейцы, надо прекратить поставку оружия Израилю и так далее, и так далее. То есть европейцы восприняли это как команду ФАС от Байдена, простите. А что это было на самом деле? Ну, во-первых, я не видел высказывания Байдена о том, что он готов, что США готовы будут признать палестинское государство в одностороннем порядке. По нескольким причинам. Во-первых, администрация демократическая Билла Клинтона фасилицировала ОСВА в 93-м году, и по соглашению ОСВА государство палестинское может возникнуть только в результате переговоров. И соглашение ОСВА, кстати, которое типа еще же действует, автономия же существует, администрация практически существует. И раз так это подтверждает, что соглашение действует, оно исключает вообще какие-либо действия односторонние, в том числе подачу против Израиля исков в международные суды страны палестинской автономии, о чем уже много раз статем, на что Израиль указывает. Теперь, если сейчас какие-то реальные действия по признанию палестинского государства будут в одностороннем порядке продвигаться в США, это значит, что США сами сожгут и похоронят соглашение ОСВА. Это юридическая сторона этого момента. Политическая сторона этого момента для Байдена может означать тотальную полную остановку поддержки всех демократов, демократической партии на грядущих выборах, страны евреев, израильских, лоббистских структур, которые лоббируют интересы Израиля в США и, самое главное, АйПАК. И Байден себе этого не может позволить совсем, и это может уничтожить шансы многих политиков американских на избрание, если они будут баллотироваться на разные позиции в Палате представителей в Сенате на выборах от демократической партии. Поэтому я сомневаюсь, что это даже прозвучало. Я думаю, что либо это было неправильно понято, так мне кажется, потому что это абсолютно беспрецедентное заявление президента США, если оно было. И если оно было, это показывает его прям такое как бы отчаянное положение, хотя, исходя из моего анализа, например, у него совсем не отчаянное положение. И все, что он говорит про Натаньягу, и все, что говорит Блинкин, да, и все, что происходит, это подчинено, с одной стороны, идее помогать, как только можно помогать, потому что есть определенные обязательства по отношению к Израилю, с одной стороны. С другой стороны, совсем уж не дать пинка под зад, простите за это выражение, прогрессивному крылу демократической партии, которая очень сейчас плохо об Айдене отзывается, и рейтинг его поддержки среди молодежи до 35 лет демократических избирателей, да, он резко упал, и это не секрет, ни для кого. Теперь, в этом моменте есть определенный филк, который нужно понимать. Хитрость. С одной стороны, они, да, перестают поддерживать, и это может теоретически навредить Байдену на выборах в ноябре. С другой стороны, как говорится в Талмуде, Миманов шок, а что остается делать этим молодым избирателям, за кого они будут голосовать? Если они не будут голосовать за Байдена, то они будут голосовать за Трампа. Если они даже не придут на избирательные участки в протест, считайте, что они проголосовали за Трампа. Они это тоже понимают. И Байден, он же не дурак, он прекрасно понимает, что выхода-то у них нет. А за кого они будут голосовать? За РФК тоже не будут голосовать, за Кеннеди. Поэтому у них есть только один вариант. Им придется все равно голосовать за Байдена. Поэтому все, что делает на публике сейчас администрация, в том числе высказывая неудовольствие Натани Ягу, при этом одновременно говоря, что Израиль имеет право себя защищать, и военная структура Хамаса должна быть уничтожена, и это и Блинкин, и Байден повторили много-много раз, это слова Натани Ягу. Поэтому мне кажется, что это тоже политический театр, для того, чтобы совсем уже те прогрессивные левые круги Демпартии совсем уже себя не отодвинуть в сторону. И для мира как бы выглядит прежде. Вот мы пытаемся сделать все, что можем, для того, чтобы палестинцев погибало меньше. Вот мы пытаемся сделать все, что можно, для того, чтобы сделка совершилась по обмену пленных, заложников на террористов. Я напоминаю, мы не меняем военнопленных на военнопленных, мы меняем заложников, которые варварски были угнаны в сектор, как в средневековье, да, мужчины, женщины, дети, и кого там удалось поймать, старики, кроме солдат, да. Кстати, еще и трупы, и трупы утаскивали. Ну, это само собой, да, да. Мы меняем их на осужденных за преступления людей. Это сам по себе обмен достаточно такой, не сказать, что он беспрецедентный, на Шалита тоже меняли. Но это, в принципе, уже является невероятной... Шалит, по крайней мере, солдатом был. Да, но мы отдали за него 1100 человек. И то, что сейчас происходит, на самом деле, я не хочу как бы кричать тут в озунге, это глупо. Но это уже сам по себе акт невероятной слабости Израиля, которую мы постоянно ретранслируем. Ну, кстати, вот по поводу того, почему Соединенные Штаты так настаивают на том, чтобы сделка была совершена как можно скорее. Мы знаем, что на последнее совещание в Каире, которое произошло, в котором принимали участие шеф ЦРУ, представители разведслужбы Египта, Саудовской Аравии, премьер-министр там был Бахрейна, и буквально заставили послать туда израильскую делегацию, которая приехала без полномочий, просто они посидели молча, кивнули и уехали обратно. И вот сейчас должно было быть, в ближайшие дни должно быть продолжение, и премьер-министр наш запретил им ехать туда. То есть мы решили вообще не участвовать в этом деле. Почему Соединенные Штаты так тщательно продвигают вот эту вот сделку? Ну, потому что, во-первых, Байден не хочет операции в Рафах. А куда же без него? Это мы с вами понимаем, это мы с вами понимаем. Но администрация, ну смотрите, какая ситуация. Египет же еще не ответил на израильское предложение по переселению миллионов человек из Рафаха на юго-запад сектора, чуть повыше, в специальный лагерь, который там 15 лагерей, построить быстро по 25 тысяч палаток, больших этих палаток армейских в каждом, чтобы всех этих, этот кошмар немедленно прекратился, и чтобы можно было спокойно взять контроль над границей и начать зачистку Рафаха, потому что без этого невозможно. Все это понимают, кто имеет дело, кто понимает логику войны, которая сейчас идет. Теперь и без сомнения американские военные тоже понимают, но есть политические моменты. И если Египет такое согласие в итоге не даст, которое, на мой взгляд, все-таки в его интересах дать такое согласие, если Египет такого согласия не даст, то ситуация может, и эти люди, миллион, больше миллиона человек, которые там сейчас находятся, разные цифры называют, окажутся между молотом и наковальней. Количество жертв может быть очень большим. Даже для освобождения двух заложников, которое позавчера произошло, по-моему, 160 гражданских погибли при этом. Что-то такое. Не гражданских. Гражданских. Нет, не гражданских. Гражданских тоже. Очень много. И это то как раз, ну, по словам администрации. И Байден говорил по этому, что мы приветствуем освобождение заложников, но мы скорбим о таком количестве погибших цивилинс. Да, кто сказал эту фразу. То есть тут четкое понимание того, что такое массовое гибель так называемых гражданских, давай скажем так, оно вызовет серьезное в мире такое прям брожение. Да, разумеется. Оно ему не надо. Трудно спорить. Ну, кстати, я хочу... Это тоже момент. Плюс, я прошу прощения, это еще не все. Война-то угрожает расширением в разных направлениях. И чем она дольше продолжается, тем больше шансов на тотальное вовлечение США в этот конфликт. Пока удары по хуситам прекратились. Пока и хуситы пока не стреляют, вроде бы, последние 2-3 дня. Я ничего про это не слышал, по крайней мере, в новостях. Нет, они пару дней назад засадили в корабль, который шел в Иран. Ну, по ошибке. Окей. В любом случае, это не вызвало никакого ответственности на США, и американцы пока прекратили бомбить иранские цели в разных других странах. То есть, пока короткое, несколько дней перерыва в этом есть. Передышка, да. Да, эта передышка, она хочет... И само по себе прекращение огня на 6 недель, как минимум, о котором говорится, да, для начала обмена. У Хамаса там предложение было 3 этапа, каждый по 6 недель. И это означает, что на этом война закончится. Но Насиньягу не может себе позволить закончить войну с таким результатом. Это однозначно понятно, и нация ему просто не позволит этого сделать. Это тоже видно и понятно. И, соответственно, поэтому люди и не поехали в Каир. Я не хочу говорить страшные слова, которые, в принципе, должны быть сказаны здесь сейчас. И для израильтян это страшно слышать. Но если мы ставим во главу угла ненациональную безопасность судьбу заложников, то мы проиграли войну. Да, это, к сожалению, об этом стараются не говорить, хотя, в принципе... Но это слово в комнате, которого невозможно игнорировать. Если мы ставим освобождение заложников во главу угла ненациональной безопасности, то мы проиграли войну. И мы не можем себе этого позволить, я прошу прощения. Это катастрофа тогда. Если мы не закончим эту войну в Газе победой, это катастрофа для нас. Это национальная катастрофа такого масштаба, которой у нас не было... Ну, я не хочу сейчас бросаться громкими словами, но это прям очень-очень серьезная проблема для нас. И это может означать прям начало очень неприятных процессов. Я не хочу это слово произносить. Кирилл, я когда хотел тебя перебить, я хотел просто пояснить нашим уважаемым зрителям, не все смотрят нас из Израиля, а многие смотрят из других стран, чтобы у них не сложилось превратное впечатление, что Израиль собирается переместить вот этих самых гражданских лиц на территорию Египта. Почему нужно согласие Египта? Нет. Речь идет о перемещении их на свободную территорию в самом секторе Газа, там, где, кстати, раньше располагался Гурш-Катиф, эти еврейские поселения. И там будет создан этот палаточный город рядом на берегу моря, чтобы с моря была доставка гуманитарной помощи и всего остального. И по нашим данным, Египет уже практически согласился. Ну, дай бог. Им дается время, они там укрепляют, бешеными темпами укрепляют границу, строят там фортификационные сооружения, чтобы вот эта вот толпа мирных граждан, как мы их называем, не поперла в Египет. Но вроде бы, они даже никаких поползновений с их стороны и не было. То есть не было никаких попыток прорыва границы и так далее. Это пока... Так что будет построено вот это, возведены вот эти палатки, то есть ведется срочная подготовка ко всему этому, то есть уже все это подготовлено. Говорят, что даже Египет частично финансирует. Это Египет, Соединенные Штаты, Саудиты и так далее. Если все это будет быстро сделано, то появится возможность покончить с Рафиахом. И значит покончить с Рафиахом. У меня только один вопрос возникает. А кто будет фильтровать этот миллион человек? Вот это вопрос, который мы обсуждали с нашими многими военными специалистами. Они в один голос утверждают, что вот тот фильтр, который производился, когда выходили беженцы с севера газа и двигались на юг, то есть там одно единственное шоссе, по которому они шли. Там были даже установлены специальные установки аппарата для считывания лиц. Очень многих террористов, кстати, задержали в процессе вот этого перемещения. Здесь при перемещении вот в этот, так сказать, лагерь никакой возможности фильтрации не будет. То есть это будет полностью, так сказать, серая масла. Ну хотя бы без оружия должен быть контроль, чтобы они без оружия туда шли. Но ты знаешь, вот вчера был инцидент, когда вот в потоке вот этих беженцев случайно наши военнослужащие обнаружили одного, который, они же все в гражданское входят, который доставил РПГ и попытался, значит, выстрелить в бронемашину. То есть его ликвидировали буквально в считанные секунды, как при этом не пострадали мирные граждане, это загадка, потому что это толпа просто, да, и в этой толпе они идут и прячут под своими этими одеждами противотанковые гранатометы. Поэтому программа, ситуация очень сложная. Я бы хотел услышать еще твое мнение по поводу того, что у нас сейчас произошло с Хамасом, ну, с Хамасом, с Хизбаллой, с Ливаном. То есть там идет вяло текущая война уже давно, но она была как бы придерживалась определенных правил. То есть Хизбалла не стреляла дальше примерно там 10 километров от нашей... Ну, Кирьяр Шмона, понятно. Кирьяр Шмона, это совсем рядом. Оттуда все эвакуированы. У нас эвакуировано больше 150 тысяч человек. И вот сегодня, значит, нанесен ракетный удар по городу Цфату. Ракета попала в дом, погибла женщина, ранено несколько человек. Наши сейчас начали отвечать. И мы вот обсуждаем все время такую ситуацию, что вот понятно, что вроде как и Хизбалла не хочет сейчас расширения конфликта. Израиль тоже сейчас, вот в данный момент, не хочет расширения конфликта. Нам нужно сначала закончить с Газой. Французы в лице своего президента пытаются, они выдвинули инициативу о том, чтобы Хизбалла отошла на 10 километров от границы. Кстати, это гораздо меньше, чем предусмотрена резолюция 17.01. Это третий, да. Да, но хотя бы так, для того, чтобы все это сделать. И вот сейчас вот этот гибель человека, причем город Сфат находится достаточно далеко от границы, там никто не эвакуирован. То есть это все, это какие-то новые ситуации. Казус Белли. То есть может ли это, так сказать, привести к непредсказуемой войне, но при этом наши все время говорят, что администрация Байдена просто двумя руками держит нас, так сказать, в охапку и не дает начать эту войну, поскольку как бы пытается это дело оттянуть. Что ты думаешь? Да, кстати, я добавлю, что Макрон заявил, что он умывает руки. Если сейчас Хизбалла не прекратит обстрелы, то, как он выразился, он не сможет сдержать нападение Израиля на Леву. Ну, я сразу же сказал вчера или ночью сегодня, когда я получил информацию, то пока Израиль проводит военную операцию в Газе, в Хизбалла они перестанут стрелять. И опять же, престиж есть престиж. И отступить просто, они не отступят, без сомнения. Я не вижу вообще никакого смысла даже эти предложения им давать, потому что для них это будет равносильно капитуляции, а как бы драка еще не началась даже. То есть до начала даже драки. Теперь то, что они стреляли под СВА, то это некий выход за рамки. Но вопрос, что мы на это сделаем в ответ, если Израиль в ответ на это начнет более жесткую бомбардировку и носить удары по Бейруту. Но не объявляя, естественно, войну, а продолжая делать то, что делает, только поболезненнее. То есть эскалация еще имеет возможности развиваться без того, чтобы началась полномасштабная война. То есть там вот район Бейрута, район Бейрута, район Хизбаллы, как его называют, его в свое время... Дахия, ну да. Да, Дахия во время предыдущей Ливанской войны его просто снесли. Да. То есть надо продолжать как бы пока, если прям... Ведь все не хотят. То есть вопрос, до какого момента эскалация будет развиваться и перерастет в полномасштаб. Поэтому пока еще такая... Я так понимаю, что люфт определенный есть. Посмотрим, что Израиль сможет сделать так, чтобы не начать прям совсем тотальную как бы уже военную кампанию, вторжению. Там две ревизии надо, как минимум, как я понимаю, для того, чтобы начать заходить. Впереди, в следующий виток эскалации может означать уже полномасштабный военный конфликт, который никому сейчас не интересен. Особенно пока идет операция в Газе. Никому не интересно на два фронта воевать полномасштабно. И Кизбалле, понятно, хочется, чтобы Ливан сохранился. Насрали, хочется свою страну сохранить. Он же патриот своей страны. Но тем не менее он увеличивает... У него есть... Ну, потому что он же не сам по себе. Он же отвечает за очень... Он отвечает за... Он самая боеспособная сегодня единица оси сопротивления. Давай так скажем. Это же так. На него все припевано внимание. К нему всего шиитского как бы сопротивления в мире, какое есть. Поэтому здесь... И не только шиитского. Поэтому здесь мы будем видеть, к сожалению, негативную динамику. И принять предложение Макрона они тоже не могут. Это очень... Это цукцванг для всех в данном случае. Поэтому надо молиться, чтобы до начала полномасштабного вторжения Израиль закончил операцию в Газе. Это, я считаю, самый главный момент. А то, что будет война на севере, если Кизбалле не отступит, это понятно. Это всем понятно. Кирилл, неожиданное несколько заявлений прозвучало сегодня из уст президента, как он себя называет, Палестинской Палестины, Махмуда Аббаса. Он обратился к Хамасу с призывом, с требованием, как можно скорее пойти на соглашение с Израилем, для того, чтобы там не допускать страдания и так далее. Непонятно. Все это понятно. Но он никогда раньше это не говорил, и он в это дело не влезал. Значит ли это, что Махмуд Аббас начал фантазировать... Прощаться. Видеть себя... Он начал прощаться. Он начал прощаться. То есть ты не хочешь дослушать, что я имею в виду, что он начинает видеть себя главой не только палестинской автономии, но и Газы тоже. То есть принять вот то предложение, которое шло от американцев, о том, чтобы палестинская автономия взяла под свой контроль вот этот сектор Газа. Я прошу прощения, Саша. Но ведь американцы делали предложение на том условии, что Махмуд Аббас уходит, и что проходит реформа в палестинской автономии, и что там проходят выборы, и встает на место Махмуда Аббаса. И, кстати, по-моему, Аббас уже тоже это сформулировал. И уже согласился вроде с тем, что Блинкин ему говорит, что должно стать правительство технократов у власти сейчас палестинской автономии, которые вообще не имеют никакой политической аффилиации. И что у Хамаса не может быть никакой роли в будущем управлении Газой. Он себя вообще не может видеть, по идее, во всей этой схеме по двум причинам. Первое, он старый, больной. Второе, у него до самой в Иудее Самарии поддержка не очень высокая. Только те, кто на него работают, и члены их семьи. Это миллион примерно человек. А остальные миллионы человек, кого поддерживают. Несложно догадаться. Поэтому этот вариант, он же взрослый дядя, он понимает, что происходит. Я думаю, что ему хочется уже тоже, наверное, от всего этого пора отойти в сторону. При определенных гарантиях. И он бы давно отошел, да боится, что грохнут. Вот. Значит, какие-то гарантии должны произойти. И какое-то должно быть. Пришло время смены власти в палестинской автономии. Это тоже очень сложный вопрос. Он очень большой вопрос сегодня нам им заниматься. Как-нибудь отдельно. Давай сделаем по этому поводу эфир. Но мне понравилось произведение, что он решил попрощаться. Он так-так прощается, я думаю, потихонечку. Но он не может не чувствовать тяжелое дыхание от ботылок. В любом случае, я думаю, что Блинкин ему уже это сказал не один раз. Что, дорогой, ситуация такая, что ты не можешь. Во-первых, тебе много лет. Во-вторых, с 2007 года не было даже. Ну, только муниципальные выборы проходили. Мы не можем это поддерживать. С точки зрения закона, он нелегитимный президент. Ну, там вообще много проблем есть с ним тоже. И все же понимают, дураков же нет. Наш министерство финансов прекрасно знает, как расходуются, куда деньги. Министерство финансов США внимательно наблюдает за всем давным-давно. И всем прекрасно понятно, как, на что и когда. Сколько людей кормится с того, что приходит. Как кормится, как что отмывается. Это же не секрет для профессионалов, которые этим занимаются. Поэтому я думаю, что если надо, то в кубышке у Блинкина и у наших финансов есть много компромата на любого палестинского чиновника, который там есть, если надо. Но даже не в этом суть. Уже ему нечего там сейчас делать, на самом деле, мне кажется. На этом его... Очень сложно сидеть на двух стульях. С одной стороны, все прекрасно понимают, что без сотрудничества с Израилем нельзя управлять этой территорией. С другой стороны, ему нельзя показывать, что он с ним сотрудничает. Но это же какое-то, как говорил Черчилль, можно обманывать долго маленькую группу людей. Не долго большую, но долго обманывать большую группу людей очень сложно. Все равно все все понимают. И Хамас всегда воспринимал его как марионетку с рукой в задницу, поэтому израильской. Поэтому тут я не вижу вообще, как вообще это возможно. Так же, как и любое соглашение между Хамасом и Фаттахом, никогда не могло иметь даже шанса на то, что оно будет. Потому что главное условие мы на поле применения силы. «Давайте разоружаться», — говорит Аббас Хамасов. Это же не смешно. Поэтому тут как бы замкнутый круг для него. По-моему, ему пора прощаться. Так мне кажется. Да, по-моему, давно ему пора прощаться. Ну так вот. Спасибо. Спасибо большое. Кирилл Задов, Руис Айрадио. Подписывайтесь на канал Кирилла Задова в Ютубе. Там очень интересно. А наша программа подошла к концу. Всего доброго. До свидания. Счастливо. Спасибо. Спасибо.